И замминистра, сидя у нас на комитете, нас всех убеждал за это проголосовать. Фракция ЛДПР голосовала против, но корпоративная этика и коллеги из Единой России, конечно, вынуждены были поднять руку за это, и мы проголосовали. Когда мы через год спросили с министерства, где эти деньги, нам развели руками и сказали, что они пока не знают, где эти деньги. Но мы понимаем, какие интересы и кто стоит за этой реформе. Большинство в зале это понимают. Это очень крупные структуры, и там четко есть три лагера. Те, кто хотят захоранивать, те, кто хотят утилизировать, и те, кто просто хочет наживать на наших с вами гражданах. Реформа идет за их счет. Добрый день, уважаемые коллеги. Пять лет назад, во время прямой линии с президентом, был дан старт большой и сложной реформы. Мы все это помним, какие события происходили в Подмосковье, в других регионах, связанные с экологией и с мусорными свалками. Стартовавший в январе 2019 года национальный проект «Экология» включил в себя несколько разделов, и один из них как раз был комплексная система обращения с твердокоммунальными отходами с бюджетом 296 миллиардов рублей. Идет работа, движется процесс. В 2020 году, 15 января, были даны поручения президентам Российской Федерации, правительству и ответственным лицам, в том числе Государственной Думе. Может быть, я не стал бы так издалека начинать, если бы часть поручений не была бы дана напрямую председателю правительства, уважаемому Мишустину и Вячеславу Викторовичу Володину. Вячеслав Викторович, отчасти позвольте воспользоваться тем, что вы всегда внимательно слушаете, у вас есть такое хорошее выражение для чистоты отношений. Так вот, для чистоты отношений. За это время комитет, а у нас в этом созыве сложился очень хороший комитет и очень хорошее взаимодействие. Сначала Ольга Викторовна Тимофеева была председателем, потом Владимир Владимирович Бурматов. То есть, как правило, это всегда конструктивный диалог, это открытая, честная работа с министерствами. Но что мы видим? Со стороны Министерства природных ресурсов, к сожалению, этой честной и открытой работы нету, и диалога тоже нету. После целого ряда поручений, в том числе от председателя палаты, было проведено трехстороннее заседание трех комитетов. И, уважаемая Ольга Викторовна, с Галиной Петровной помогли нам вызвать на площадку министерства. И что же мы услышали от них? А то, что практически ни одно поручение не выполнено, разговоры о РАУ, ППК только ведутся. И сегодня, на сегодняшний день, к чему мы пришли? Потрачено 500 миллиардов рублей на территориальные схемы. Из них работает максимум 15%. В 2018 году нам предложили в виде поправок принять дополнение 600 миллионов выделить на государственную информационную систему. И замминистра, сидя у нас на комитете, нас всех убеждал за это проголосовать. Фракция ЛДПР голосовала против, но корпоративная этика и коллеги из Единой России, конечно, вынуждены были поднять руку за это, и мы проголосовали. Когда мы через год спросили с министерства, где эти деньги, нам развели руками и сказали, что они пока не знают, где эти деньги. А в том поручении, которое дано, четко написано, вот то, что Владимир Владимирович Путин поручил Думе, разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации, определив архитектуру указанной системы мониторинга, функциональные требования к ней и этапы создания. Это то, о чем мы с Владимиром Вольфовичем Жириновским сказали уважаемому Алексею Васильевичу, который сейчас присутствует в зале, и он точно не даст соврать, что это было, что та система, когда мы хотим на регион испихнуть реформу, она не сработает. Нужна федеральная схема. И Владимир Вольфович, когда мы встречались в его кабинете, он говорил это и министру, говорил это другим ответственным чиновникам, но от нас отмахивались. Через год услышали, через два запустили. Что видим сегодня? Сегодня очередная смена руководства, и надо честно признать, что тот, кто пришел на министерство и был замом в предыдущем составе правительства, он разобрался, он начал двигаться. Но мы понимаем, какие интересы и кто стоит за этой реформой. Большинство в зале это понимают. Это очень крупные структуры, и там четко есть три лагера. Те, кто хотят захоранивать, те, кто хотят утилизировать, и те, кто просто хочет наживать на наших с вами гражданах. Реформа идет за их счет. Там нет ни инвестиций сегодня, там нет понимания, нет структуры. Что нам предлагают? Нам предлагают, чтобы платили за квадратный метр люди. Человек уехал летом на дачу, пенсионер, а квадратный метр продолжает за него платить. Нам предлагают не разделять сельские и городские территории. Многодетная семья живет в селе, у них печка, они все отходы сжигают или в компостную яму кладут. А вы платите две с половиной тысячи в месяц. Это те, у кого нет денег. Коллега Иванов вносит закон на проект. Приходим на комитет. Комитет за правительство мямлит так туда-сюда. Ну давайте отложим. Давайте отложим. Мы сейчас шесть подготовили. Каждый закон будет отдельно. Чтобы не было вот этой мешанинин-винегрета, мы сейчас представим с коллегами каждый закон отдельно по конкретной теме. Дальше. Мусорообразовываем. 70 миллионов в год. Плата понятная. Количество жителей понятно. Простая математическая экономическая формула. А нас продолжают с вами водить за нос и рассказывать, что что-то у кого-то не получается. Дальше идем. Тот же ГИС. Вспомнили про 600 миллионов. А теперь оказывается, что их потратили на другие цели. Стенограммы в комитете есть. Под что просились деньги? Всем понятно. Они истрачены на другое. Не целевое использование. А мы об этом молчим. Кстати, этот замминистра продолжает работать в министерстве. Он никуда не делся. Ну и последнее. Вообще, на мой взгляд, просто высший пилотаж. Делают территориальную схему. И на человека вешают, на одного члена семьи, 400-600 рублей. Пенсия 9 тысяч, 12 тысяч, 13. Многодетная семья платит 3-3,5 тысячи. И куда эти деньги уходят? Мы знаем куда. Правоохранительные органы, к сожалению, молчат. А в другом случае, в полпрессе собирается совещание. И губернатору говорят перед совещанием. Дорогой, а у тебя не бьют цифры. Ты впереди. Он просто по телефоне звонит министру природных ресурсов и говорят, снись на 30% тариф. И снижают тариф. И территориальная схема ломается. И арифметика не бьется. Сегодня Минпромторг сделал великолепный каталог наших технологий. Сегодня есть НДТИ, которые разработаны Российской Академией Наук. Но покупаем почему-то мы иностранные, ТЭО мы заказываем иностранцы, а мальчики, которые к нам приходят из госкорпораций, они чьи-то дети. Мы их уважаем. Но мы отцов уважаем, а не них. И нас продолжают убеждать, что все в реформе хорошо. Спасибо большое, коллеги. Я надеюсь, что после этого мы повнимательнее посмотрим этот вопрос. Спасибо, Кирилл Ильич. Вы вопрос обозначили. Есть предложение, когда будет у нас правительственный час, либо от комитета можно будет эту тему, если комитет согласен, взять и озвучить, либо давайте договоримся, что у вас будет возможность это же сказать в ходе доклада министра профильного, с тем, чтобы мы могли от него услышать ответы на вопросы, которые вы здесь подняли. Но я думаю, что если мы сейчас об этом уже скажем, надеюсь, что и министерство услышит нас и отработает. Александр Юрьевич Синенко, представитель правительства в Думе, надеюсь, так же это все не оставит в виде сказанного в воздух. Хорошо, договорились. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.